Наша лучше всех! Нашу Машу ждет успех! Районный конкурс «Молодой педагог-2021» стартовал в феврале. Участвовали в нем педагоги учреждений дошкольного образования, дополнительного образования и учителя школ, стаж работы которых не более пяти лет. На суд жюри были представлены видеозапись урока или занятия, эссе о профессии, открытый урок в незнакомом классе или группе и мастер-класс. 29 апреля в финале конкурса пять самых креативных педагогов выступили с визиткой. На церемонии награждения в Центре детского творчества конкурсанты, не прошедшие в финал, получили диплом участников. Екатерина Эдуардовна, учитель истории и общества ведения Бокшинской средней школы. ЦУЧик Анастасия Ивановна, воспитатель дошкольного образования, ясный сад номер 19. ЦУЧИК Анастасия Ивановна, воспитатель дошкольного образования, Уважаемые коллеги, входа на память. ЦУЧИК Анастасия Ивановна, воспитатель дошкольного образования, Хочу сказать, что вы действительно победители. Победители, начиная с того момента, когда вы согласились участвовать в этом конкурсе. Победители в том плане, что вы действительно приобрели новые знания и получили богатейший опыт. Самое главное, вас заметили, вас узнали и вами гордятся. Хочу выразить слова благодарности педагогическим коллективам и руководителям учреждения образования. Благодаря вашим стараниям, молодые педагоги Случины действительно соответствуют званию педагог Случины. В этом конкурсе принимали участие молодые педагоги до 5 лет стажа. И это по меньшей мере 300 педагогов в Слудском районе. И стать победителем такого конкурса, а тем более на Случине, это очень престижно. Были действительно педагоги. Педагоги, которые с уверенностью будут продолжать дело опытных педагогов Случины. Педагоги, у которых все получится. Педагоги, которым будут благодарны родители детей. И дети будут радовать своими победами. Поэтому я поздравляю всех участников конкурса. И считаю вас всех победителями. Удачи, успеха и процветания. Четверо финалистов конкурса отмечены дипломами лауреатов. Каждому вручена благодарность начальника управления по образованию Слудского райисполкома. Награждается Давидовская Виктория Михайловна, воспитатель дошкольного образования Яслисан номер 18. Мороз Мария Владимировна, учитель русского языка и литературы средней школы номер 9. Галкина Анастасия Михайловна, учитель биологии средней школы номер 4. Анастасия Галкина когда-то занималась в образовом танцевальном ансамбле «Папа Радькветка». И это помогло ей стать лауреатом конкурса. На нашем мероприятии, которое сегодня было, необходимо было показать себя как творческого человека. Благодаря танцам, рисованию, благодаря любви к творчеству, в принципе, и состояло сегодняшнее мое выступление. Почему учительская стезя? Потому что я очень общительный человек, и мне нужно учить кого-то, мне нужно вкладывать свою душу в кого-то. И школа – это наилучшее место, где я могу реализовать себя. Скажите, пожалуйста, идеальный ученик по-вашему какой? Идеальный ученик? Я преподаватель 4-й школы, поэтому все мои дети, они идеальны. Я работаю недолго, я была в декретном, поэтому я работаю буквально полтора года. Но мне нравится то, где я работаю, мне нравится то, кем я работаю, и я буду и дальше стараться развиваться в этом направлении. Ну, подготовка и участие в конкурсе – это и затратно и по времени, и по силам. Как семья к этому отнеслась? Ну, да, у меня есть ребенок, ему 4 года, вот, меня поддерживал муж, естественно, у меня была отличная команда в средней школе номер 4, они мне помогали. Было очень много всего, мы и шили, и песни писали, поэтому поддержка была со всех сторон, и это мне помогло. А победителем конкурса стала учитель английского языка средней школы номер 12 Ирина Геннадьевна Петрович. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После церемонии награждения, группы поддержки конкурсантов радовались вместе со своими героями. Эмоциями поделилась победительница конкурса. Это были безграничные эмоции, потому что я не ожидала. Все конкурсантки были достойные, но в очень высоком уровне, поэтому это было, честно, неожиданно. Немножко о себе, Ирина, расскажите, пожалуйста. Я работаю в 12-й школе города Слуцка. Работаю здесь уже третий год. И, честно сказать, я горжусь тем, что я работаю в этой школе. Я люблю эту школу, я люблю все, что там находится. Это дети, администрация, родители, все. Я благодарна. Сложно ли было в конкурсе участвовать? На самом деле очень сложно. Это очень затратно времени, это затратно по силам. И ты всегда должен быть в концентрации, чтобы не упустить что-то самое важное. Ну и, конечно же, большой опыт, огромный багаж опыта за столь короткий период. Расскажите-ка еще раз свой рецепт. Настоящий учитель, тот, которого любят дети, это? Это обязательно тот, который любит детей, тот, который целеустремленный, трудолюбивый, активный и, конечно же, терпеливый. Огромное, огромное спасибо администрации школы, директор, завучи. Ну и, конечно же, это мой коллектив. Это моя кафедра иностранного языка, которая на протяжении всего времени поддерживала меня, которая направляла меня и сделала все, чтобы достичь таких результатов. А скажите, Ирина, за первые три года, которые вы работаете, были ли мысли о том, чтобы все, не хочу эту школу больше видеть? Нет, нет, никогда не было такого, потому что я все-таки убеждаю, что я правильно выбрала свой путь. Я люблю детей, я люблю свою школу, я люблю свою работу. Всем финалистам вручили подарочные сертификаты от райкома профсоюза работников образования и науки. Субтитры создавал DimaTorzok